Добрый вечер! Добрый вечер, коллеги и друзья! Начинаем наши семена. Тема семена здесь. Выступающие объявлены. За двоих отбывается Виктор. Вперед! У нас есть Игорь? Спасибо большое. Тема доклада «Влияние качества вуза на заработную плату выпускников». Начнем с мотивации этого исследования. В новейшей истории России в систему высшего образования произошел переход от элитарного к массовому высшему образованию, что выразилось в том, что в период с 90 по 2014 годы количество вузов увеличилось в два раза, при этом более чем в два раза увеличилась численность студентов. В 2000-е годы соотношение осуществляемых вузов и численности молодежи в возрасте 17 лет увеличилось в 50 до 90%, как показывают данные мониторинга экономики образования. В принципе, схожие процессы происходили и в других странах мира, но Российская Федерация является одним из лидеров этого образовательного бума. В России самая высокая в мире доля взрослого населения с третичным образованием. Больше 50%, в то время как средний по странам УЭСР составляет только 32%. К чему приводит массовое высшее образование? Ну, прежде всего, массовое высшее образование приводит к дифференциации образования по качеству. Это происходит за счет того, что увеличивается количество вузов, причем это количество вузов увеличивается в первую очередь за счет коммерческих негосударственных вузов и филиалов государственных вузов. Кроме того, увеличение численности студентов ведет к изменению контингента этих самых студентов. в процесс получения высшего образования вовлекается все больше процентов выпускников школ. Все это вместе приводит к тому, что достаточно сложно поддерживать высокие стандарты качества образования во всех вузах. Поэтому возможности для получения качественного высшего образования сосредотачиваются в определенном сегменте ведущих вузов, которые имеют возможность отбирать наиболее способных студентов и предоставляют более широкие возможности для получения качественного образования. Такое увеличение дифференциации высшего образования по качеству приводит к возникновению запроса со стороны домохозяйств, работодателей, органам государственной власти, ответственных за формирование политики в области высшего образования, на оценку непосредственно качества образования. Таким образом, традиционный следский вопрос об отдаче от инвестиций в получение высшего образования трансформируется. Вопрос, каковы различия в экономической отдаче на качество получаемого образования. Причины различий в отдаче на качество высшего образования объясняют теорию человеческого капитала и теорию сигналов. Согласно теории человеческого капитала, отдачу от качества вуза фактически приносят приобретенные знания, так как в качественных вузах для студентов создаются лучшие условия для накопления человеческого капитала, например, более квалифицированные преподавателей, доступ к каким-то различным базам данных, библиотекам, благоприятная учебная атмосфера, плюс различные peer effects, эффекты сообучения, когда студенты попадают в среду способных и мотивированных студентов, это их также заставляет учиться лучше. Таким образом, получается, что различное по качеству образование формирует различный по качеству человеческий капитал, что приводит к различной отдаче на этот человеческий капитал. Кроме того, в условиях массового предложения работников, вернее, теория сигналов считает, что отдачу приносят не столько приобретенные знания, сколько диплом элитного вуза, который является сигналом на рынке труда, в особенности в условиях массового предложения работников с высшим образованием работодатели сталкиваются с асимметрией информации относительно производительности работников, возникает необходимость отбора в случае, когда достаточно много работников с формально высоким уровнем образования. И в этом смысле, наряду с наличием опыта работы, диплом элитного вуза может являться сигналом о высокой производительности работника за счет эффекта бренда и репутации вуза у работодателей. Мы в нашей работе собираемся оценить общий эффект от качества вуза. Этот общий эффект состоит сразу из нескольких эффектов. Это, во-первых, эффект самоотбора наиболее способных студентов ведущей вузы, потому что понятно, что ведущие вузы попадают одни из самых способных студентов с самым высоким баллом ЕГЭ, в них самый высокий конкурс. Плюс эффект качества образовательных услуг, который предоставляется непосредственно в самом вузе, то есть качество образования. Также различные эффекты социальных связей и сообучения. И вот эффект образовательного сигнала, то есть бренд и репутация вуза со стороны работодателей. При этом разграничение этих эффектов, выделение чистого эффекта качества образования является достаточно сложной и самостоятельной эмпирической задачей, что обусловлено проблемой измерения изначальных способностей, то есть способности ненаблюдаемы. И также достаточно сложно измерить бренд вуза, и мы сталкиваемся с определенными ограничениями, связанными с качеством данных и другими ограничениями. Поэтому, как правило, исследователи сосредотачиваются на определении вот этого общего эффекта от обучения в качественном вузе, который включает в себя вот все перечисленные эффекты. Качество вуза может быть измерено на входе в вуз, то есть это средний балл приема по ЕГЭ, и на выходе из вуза. Это заработная плата выпускников на рынке труда. При этом обучение в вузе является неким черным ящиком, который мы можем измерить вот на входе при попадании в вуз и на выходе. При этом стоит отметить, что и балл приема по ЕГЭ, и заработная плата выпускников является, по сути, рыночной оценкой образования. С одной стороны, балл ЕГЭ – это рыночная оценка востребованности образования, а заработная плата выпускников – это рыночная оценка востребованности выпускников на рынке труда. Таким образом, в данном исследовании мы задаем вопрос о том, как качество образования, измеренное на входе в вуз, соотносится с качеством образования, измеренным на выходе из вуза. Перейдем к рассмотрению теоретических подходов к исследованию проблем отдачи качества вуза. Выделяются два поколения исследований данной проблемы. Исследование первого поколения использует в целом общую методологию исследования, когда используется стандартное уравнение минсеровского типа, и заработная плата выпускников является функцией от качества вуза, различных демографических характеристик респондента, семейных характеристик, академических характеристик и факторов, которые связаны с рынком труда. Для измерения качества образования, как правило, исследователи используют средний балл приема в вуз. Например, это SAT, аналогом этого экзамена является российский ЕГЭ, SAT используется в Соединенных Штатах для поступления в вузы. Исследователи пришли к различным результатам. Одни из самых известных работ – это работы Брюера Эйда Эйренберга. В 1996 году на одной из баз данных они выявили, что отсутствует какой-то значимый эффект качества образования на заработную плату. Такой же результат был обнаружен в работе Дейла Крюгера. Однако в других работах тот же Брюер Эйд и Эйренберг обнаружили премию за обучение в элитных вузах порядка 9% для рынка труда Соединенных Штатов в 90-е годы. Как отмечает в своем обзоре исследователь Лианг Джанг, в целом исследователь приходит к некоторому консенсусу, согласно которому эффект от качества вуза на заработные платы выпускников является значимым, однако при этом по размеру незначительным. И при этом гораздо больший эффект забирает на себя гетерогенность специальностей, а не качество вуза. Теперь перейдем к исследованиям второго поколения. Они уже в отличие от исследований первого поколения используют на основе той же базовой модели Минсера более совершенную методологию. Они для качества вуза используют множественные прокси-переменные, в том числе наряду с балом SAT, также различные рейтинги вузов, Research Assessment Exercise – это рейтинг вузов Великобритании, соотношение количества студентов на одного преподавателя, уровень выживаемости студентов в течение обучения, среднюю заработную плату преподавателей, расходы на одного студента и так далее. И включают все эти показатели измерения качества образования в базовую модель Минсера по очереди для того, чтобы избежать мультиколлинеарности, либо строят какие-то интегральные показатели. При этом также за счет того, что был получен доступ к более совершенным панельным базам данных, исследователи оценивают заработные платы выпускников на более длительном горизонте, то есть отслеживают динамику заработных плат на протяжении 3-7 лет после окончания вуза, в некоторых работах даже в течение 10 лет. В результате были получены следующие оценки. Для рынка труда США премия составляет за обучением в элитном вузе порядка 20% в 2000-е годы. Для рынка труда Великобритании разные оценки были получены. В одной из работ 22%, в другой работе 6-10%. При этом отмечается, что большая часть эффекта ушла за счет гетерогенности отдачи от образовательных специальностей. То есть во многих работах именно отдача от образовательных специальностей снижает эффект от качества образования. В целом можно сказать, что результаты исследований второго поколения показывают, что уровень отдачи от качества образования в 2000-е годы увеличился по сравнению с предыдущими периодами. Возможно, это является следствием массовизации высшего образования. То есть этот вопрос является дискуссионным. В России также проводились исследования о влиянии качества образования на заработные платы. Одной из такой работ стала работа Ирина Денисова и Марины Карцевой, которые на данных РМС в период с 2000 по 2007 год рассчитали премию за обучение в качественном ВУЗе. Прокси для качества ВУЗа был выбран рейтинг ВУЗов Министерства образования и науки. В результате было получено, что отдача от качества ВУЗа, измеренная рейтингом Министерства образования и науки, является гетерогенной по образовательным специальностям. То есть отдача значима для экономистов и инженеров, но не оказывает существенного влияния на выпускников других специальностей. Другая работа – это работа Григория Андрощука Анины Прудниковой. Также на данных РМС в качестве прокси для качества ВУЗа был использован статус ВУЗа. Это федеральный университет, национальный исследовательский университет, а также наличие в ВУЗе образовательных программ высокого уровня, то есть, например, образовательных программ магистратуры. Исследователи получили результат, что на российском рынке труда существует 15% премия за обучение в качественном ВУЗе, однако гендерные региональные характеристики оказывают существенно большее влияние на уровень заработной платы. В нашей работе в качестве прокси, вернее, прокси для качества ВУЗа, это средний балл приема на бюджетные места по единому государственному экзамену ВУЗа. Следует рассмотреть основные особенности использования данного показателя. Во-первых, средний балл приема ВУЗ по ЕГЭ – это фактически рыночная оценка востребованности ВУЗа. В отличие от того же статуса ВУЗа, который является показателем со стороны предложения, средний балл приема по ЕГЭ является больше показателем со стороны спроса на образовательные услуги, тем самым отражая уровень конкурса и востребованности ВУЗа. Кроме того, следует отметить, что данный показатель отражает не только качество образования, но и ожидания относительно качества образования. Образование является доверительным благом, соответственно, формируются определенные ожидания относительно качества этого образования и последующая отдача от такого образования со стороны абитуриентов и родителей. Эти ожидания формируются на основе престижа, репутации ВУЗа, которые связаны с оценкой качества образования в ВУЗе всеми заинтересованными агентами, причем с учетом временных лагов. То есть бывают ситуации, когда ВУЗ считается еще элитным качеством, при этом он уже этот статус потерял, но существует определенная инерция. Ну, кроме того, также может наблюдаться значительная гетерогенность показателя по образовательным специальностям. В нашей работе мы используем стандартные данные российского мониторинга экономического положения здоровья населения, которые включают в себя социально-демографические характеристики респондентов и показатели уровня их заработной платы. Мы выбрали период с 2011 по 2013 годы, вследствие того, что в этом периоде была более подробная информация об образовании респондентов, более широкий модуль образования. И используя данные этого модуля, мы добавили также наименование ВУЗа, то есть каждому респонденту был присвоен ВУЗ, в котором он закончил обучение. Соответственно, к этим данным мы также добавили вручную данные мониторинга ВШ качества приема ВУЗа. Соответственно, в зависимости от того, какой ВУЗ назвал респондент, мы присвоили соответствующий средний балл приема по ЕГЭ на бюджетные места для этого ВУЗа, согласно данным данным мониторинга ВШ экономики и качества приема ВУЗа. Также есть данные о профиле ВУЗа. Таким образом, у нас сформировалась база данных, которая включает в себя информацию о заработной плате выпускников, информацию о качестве образования, которое измерено с помощью единого государственного экзамена, и также другие социально-демографические, академические контроли и контроли, связанные с факторами рынка труда. Рассмотрим распределение респондентов по волне опроса РМС и по году выпуска из ВУЗа. Мы рассматривали респондентов, которые закончили специалитет в ВУЗах с 2009 по 2013 годы. Для этого мы использовали данные трех волн с 2011 по 2013 год. Соответственно, в 2013 году мы рассматривали респондентов, которые окончили ВУЗ с 2009 по 2013 год, в 2012 году с 2009 по 2012, в 2011 году с 2009 по 2011. Повторяющиеся наблюдения были удалены более поздние. В итоге у нас получилась выборка размерностью 1363 наблюдения. Большинство наблюдений пришлось на 2013 год. В выборке присутствуют выпускники с 2009 по 2013 год, при этом доля выпускников с 2009 по 2011 года, она наибольшая в выборке. Рассмотрим основные описательные статистики по переменам. Ключевая переменная – это заработная плата. Несмотря на то, что размерность выборки 1363 наблюдения, значение заработной платы у нас есть для практически тысячи респондентов. Средняя заработная плата составила 24 тысячи рублей в ценах 2014 года, скорректированную на индекс потребительских цен на региональный ИПЦ. Бал приема ЕГЭ, в зависимости от того, какой ВУЗ называли респонденты, однозначно удалось присвоить только по 568 наблюдениям. Потому что иногда респонденты достаточно сложно было определить, какой именно ВУЗ они окончили. Средний возраст респондентов составил 27 лет и часы работы 42 часа в неделю. Кроме того, следует отметить, что у нашей выборки присутствуют как студенты очной формы обучения, так и студенты заочной формы обучения. Как видно из нижней таблицы, эти подвыборки различаются по многим базовым характеристикам. Прежде всего, по среднему возрасту студенты заочной формы обучения, естественно, существенно старше, чем студенты очной формы обучения. Кроме того, студенты заочной формы обучения, как правило, в большей степени имеют постоянную работу во время обучения в ВУЗе. Поэтому для дальнейшего анализа мы эти две подвыборки будем рассматривать отдельно и контролировать на то, по какой форме обучения обучался респондент. Здесь представлено распределение выборки по баллам приема ЕГЭ. Мы видим, что большинство респондентов закончило ВУЗы со средним баллом приема по ЕГЭ от 58 до 68. Для целей исследования мы разделили выборку ВУЗов на 4 квартеля. Соответственно, в первый квартель попали наиболее качественные, наиболее престижные ВУЗы, средний балл приема по ЕГЭ, в который составил от 70 до 85 баллов. Дальше уже распределение идет более плотное для второго и третьего квартеля. И в четвертом квартеле сосредоточены наименее качественные ВУЗы, средний балл приема, в который составлял от 45 до 58 баллов. Если мы посмотрим на таблицу, мы увидим, что респонденты, окончившие ВУЗы наиболее качественные, имеют зарплатную премию по сравнению с респондентами, которые закончили ВУЗы с 4 квартеля, наименее качественные, порядка 20%. Однако понятно, что необходимо контролировать на другие переменные, и в дальнейшем анализе мы также рассмотрим влияние этих переменных. На основе мониторинга качества приема ВУЗы в высшей школе экономики нам был также доступен профиль ВУЗа. Здесь мы можем посмотреть, какие ВУЗы по профилю заканчивали респонденты. Мы получаем, что наиболее талантливые, наиболее качественные абитуриенты поступали в медицинские и социально-экономические ВУЗы. То есть у нас в медицинские ВУЗы самый высокий конкурс по баллам ЕГЭ. Туда идут самые выпускники школ с самым высоким баллом ЕГЭ. Если мы посмотрим по всей выборке, то самую большую заработную плату получают выпускники социально-экономических ВУЗов. Однако, если мы уберем из этой выборки студентов заочного отделения и рассмотрим только студентов очных отделений, мы увидим, что разница между выпускниками социально-экономических ВУЗов и остальных ВУЗов в существенной степени сокращается. И получается, что самую высокую заработную плату получают студенты социально-экономических и медицинских ВУЗов. Таким образом, получается, что наиболее востребованные ВУЗы по профилю с самым высоким средним баллом ЕГЭ обеспечивают и самый высокий уровень заработной платы при прочих равных для выпускников очной формы обучения. Таким образом, получается, что и востребованность ВУЗа может определяться заработной платой, которую получают выпускники. С одной стороны, с другой стороны, возможно, наоборот, в ВУЗы происходит отбор наиболее талантливых, наиболее способных выпускников. И за счет этого они потом, после окончания, получают более высокую заработную плату. Однако здесь также стоит учитывать, что присутствуют временные лаги при этом. Показатель профиля ВУЗа является достаточно хорошим показателем для измерения специализации выпускника. Но более точно нам поможет определить образовательное направление или образовательную специальность выпускника. Вот следующий показатель, который представлен. Мы выборку выпускников разделили на укрупненные группы специальностей, которые они закончили. Это гуманитарное образование, медицинское, педагогическое, сельскохозяйственное, техническое, экономическое, юридическое. Соответственно, мы получаем, что самый высокий уровень образования получают выпускники технических, юридических и экономических специальностей. При этом, опять же, если мы возьмем юристов, то когда мы рассматриваем выборку целиком, то получаем, что средний уровень заработной платы у юристов очень высокий, он не на втором месте по сравнению с выпускниками других специальностей. Однако, если мы посмотрим только выпускников очной формы, то заработная плата юристов в существенной степени снижается. Рассмотрим также социально-демографические характеристики респондентов. Мы видим, что выпускники, мужчины, они получают заработную плату существенно выше, чем женщины. Это несколько сглаживается тем, что мужчины работают большее количество часов в неделю, соответственно, их почасовая заработная плата различия не столь существенны. Но вместе с тем, все-таки гендерные различия, они очень значительны в данном случае. Мы также рассматривали возрастные группы, то есть есть стандартная возрастная группа для выпускников, это от 21 до 29 лет, с учетом того, что мы рассматривали в течение нескольких лет. И группа, которая старше 30 лет, в этой группе доля обучавшихся очно составляет только 10%. То есть здесь в основном студенты заочных отделений, мы видим, что более старшие респонденты, они получают более высокий уровень заработной платы. В данном случае это может являться характеристикой того, что они имеют опыт работы уже определенный. Также существенное влияние положительное на заработную плату, судя по дескриптивному анализу, оказывает совмещение учебы и работы. То есть студенты, которые совмещали учебу с постоянной работой или хотя бы с временной работой или подработкой, зарабатывали существенно больше, чем студенты, которые занимались только учебой. При этом среди всей выборки учебой занимались 31% выпускников, а среди тех, кто обучался очно, только учебой занималась более половины выпускников. Да, мы рассматриваем только первое высшее образование, специалитет. Теперь рассмотрим эконометрическую модель. Здесь мы используем стандартное уравнение минсеровского типа, где у нас зависимый переменный логарифм помещенной заработной платы индивида. И зависимые переменные – это характеристики качества образования, средний балл приема по ЕГЭ и другие контроли, среди которых социально-демографические характеристики, академические характеристики и характеристики, которые связаны с рынком труда. Оцениваем модель методом наименьших квадратов, сталкиваемся в данном случае с проблемой самоотбора в выборку. Пытаемся решить эту проблему с помощью коррекции Хекмана, используя дополнительные переменные, такие как брачный статус и наличие детей. То есть на первом шаге оценим вероятность попадания в выборку занятых, а на втором шаге уже оцениваем с помощью метода наименьших квадратов. При этом отдельно рассчитываем регрессию как для всей выборки, так и для студентов очной формы обучения. Рассчитываются также две спецификации. В одной у нас присутствует просто БАО ЕГЭ, а в другой квартель рейтинга ВУЗа по БАО ЕГЭ. Объясните, в чем в данном случае смысл коррекции Хекмана? В данном случае получается, что мы оцениваем только на выборке тех, кто занят, тот, кто получает заработную плату. Но для того, чтобы избежать этого смещения, мы рассматриваем всю выборку, рассматриваем вероятность того, Это именно самоотбор в занятости, а не самоотбор в ВУЗа? Да. Увеличивает заработную плату на 2% для выпускника. Если мы рассмотрим выборку ВУЗов по квартелям, получим, что выпускники ВУЗов, обучавшихся ВУЗах самым высоким баллом приема по ЕГЭ, в первом квартеле зарабатывают на 30-40% больше, чем выпускники низкокачественных ВУЗов, которые находятся в четвертом квартеле рейтинга. При этом эффект сильнее для выпускников очной формы обучения. Рассмотрим также, как ведут себя другие контрольные переменные. Прежде всего, это образовательное направление. В качестве референтной группы здесь выступает гуманитарное образование. Мы получаем, что студенты, обучавшихся на экономических специальностях, получившие экономическое или техническое образование, они при прочих равных зарабатывают больше. Студенты, получившие юридическое образование по всей выборке, если смотреть, они также значимо зарабатывают больше. Но если мы посмотрим только студентов очных отделений, то значимость эффекта пропадает. Как уже было сказано, мужчины зарабатывают больше, чем женщины. Респонденты, которые младше 30 лет, они зарабатывают меньше, чем респонденты, которые старше 30 лет. Однако этот эффект также пропадает, когда мы рассматриваем только выборку студентов очных отделений, то есть тех, кто учится очно. Третий, четвертый столбец таблицы. Также совмещение учебы и работы значимо положительно влияет на заработную плату выпускников. Причем совмещение в любом виде, то есть и постоянная работа, она в большей степени влияет положительно. Подработка во время учебы также влияет положительно по сравнению с теми, кто занимался только учебой. Также значимы и региональные различия. Мы сделали переменную, которая была для Москвы и Санкт-Петербурга и прочие регионы страны. И мы видим, что студенты, которые проживают в Москве и Санкт-Петербурге, они зарабатывают также значимо больше, чем студенты, которые проживают, работают в других регионах. Интересно, что показатель количества лет после выпуска является незначимым. И мы получили, что фактически это означает, что заработная плата за период с 2009 по 2013 год у выпускников не увеличивалась. То есть была достаточно низкая мобильность по заработной плате. Также мы в данной таблице не приводили результаты каких-то других расчетов, не приводили какие-то другие расчеты, но мы получили, что результаты, которые мы получили при процедуре Хекмана, показали, что в оценке модели отсутствует смещение самоотбора и оценки методом наименьших квадратов являются более достоверными. Лямбда Хекмана не является статистически значимой. Мы также оценивали спецификации с профилями ВУЗа вместо специальностей и получили, что они не являются статистически значимыми, что, видимо, вызвано малой размерностью выборки. Коэффициенты при баллах ЕГЭ при этом практически не изменились. Также вместо переменной, построенной для Москвы и Санкт-Петербурга, то есть столичных городов и все другие, мы использовали переменную с федеральными округами, и коэффициенты при федеральных округах не являлись статистически значимыми, а коэффициенты при баллах ЕГЭ мало изменились. Перейдем к основным выводам работы. Мы получили, что основной результат исследования состоит в выявлении значимой экономической отдачи на рынке труда от обучения в качественном ВУЗе после контроля на другие академические, социально-демографические факторы и факторы, которые связаны с рынком труда. То есть мы получили, что, например, выпускник ВУЗа Х, средний балл приемов, который на 10 баллов выше, чем ВУЗ У, зарабатывает на 19-20% больше. То есть 1 балл в рейтинге приема по ЕГЭ приносит увеличение зарплаты практически на 2%. Также выпускники, окончившие ВУЗы с самым высоким баллом приема по ЕГЭ, с первого квартеля зарабатывают на 30% больше, чем выпускники наименее качественных ВУЗов. При этом отдача от обучения в ведущем ВУЗе выше для студентов очных отделений, что может говорить в пользу объяснения теории человеческого капитала. То есть, видимо, все-таки ценится не только сигнал, которым является диплом элитного ВУЗа, который можно получить, обучаясь и на очном, и на заочном отделении, но также и знания, которые приобретены в ВУЗе. То есть этим можно объяснить, возможно, большую отдачу от обучения в ведущем ВУЗе для студентов очных отделений. В итоге мы получаем, что качество образования, которое мы измерили на входе в ВУЗ по показателю ЕГЭ, связано, то есть значимо положительно влияет на заработную плату. То есть качество образования измерено через показатели выхода. Мы также получили, что выпускники, которые имеют экономическое, техническое, инженерное образование, получают более высокую заработную плату. Однако, в отличие от зарубежных работ по этой теме, эффект специализации не уменьшает эффект отдачи от качества ВУЗа. Выпускники, активно совмещавшие учебу с работой, зарабатывают больше тех, кто занимался только учебой. И год выпуска является незначимым, что может указывать на низкую мобильность выпускников по заработной плате. Спасибо за внимание. Спасибо. Вы ложились в доме, лихо, полчаса, двадцать, вопросов будет больше. Всего ночи не много. Да, знаете, что у нас есть технических вопросов, потом дадим слово оппоненту, а потом мы продолжим. Ну давайте какое-то количество вопросов технических, мы понимаем, давайте. Здравствуйте, давно уже идут речи о том, что рынок на данный момент перенасыщен труда юристами, экономистами. Это не технический вопрос, это содержатель. А, мне ничего нельзя спрашивать. Нет, после... Все, прошу прощения. Вы его не забудьте, да, потому что мы перевернемся. Так, у вас есть технические, но если содержатель, давайте стороне перебить его. Насчет балла ИНГ. Давайте, про баллы ИНГ. Мы можем полагаться на него, как на показатель качества и в некоторых грузах вступительные экзамены, которые снижали, как правило, баллы ИНГ при приеме, но при этом осложняют поступление за счет дополнительных внутренних экзаменов. Это раз. Во-вторых, учитывали любые олимпиадников, которые вообще поступают без ИНГ, да, и с очень низкими порогами, как правило. Поэтому, ну, я думаю, что мое мнение совпадает с большим в том, что самые сильные студенты, как правило, они входит в число олимпиадников, поэтому прекрасно. Ну, он немножко более даже содержательный, но технический, я не знаю. Ну, давайте. Давай я. Ну. Ну, первое, так, у меня много информации. Я хочу сказать, что иллюзия о том, что олимпиадники учатся всегда лучше тем, кто поступил по ИГЭ, это по ряду направлений и специалистов иллюзия. Так как в силу многих причин по высшей школе экономики мне приходится это отслеживать каждый год, могу сказать так нет. Вот где-то так, где-то нет. Поэтому это неоднозначное утверждение. Мы не будем относиться к нему как абсолютно к установленному факту. Обращаю ваше внимание, что когда мы говорим про олимпиадников, мы в этом случае говорим про различный контингент, так называемый, поступивший по олимпиадам. Потому что здесь все расходы, а есть олимпиады, которые признают данные в каждой области. Я могу сказать, что они сильно не отдают. Что касается, учитывали ли мы олимпиадников? Нет, не учитывали в данном случае. То есть учитывали источник для того, как все погружено в мониторинг вузов по балу и юбилей. Но технической возможности не было, в том числе. Да, в этом отношении они там не идут. Очень важный вопрос, сейчас Витя здесь более точно скажет. Если вы думаете, что в выборку РЛМС попадают исключительно ведущие вузы с большим количеством поступивших по олимпиаде в СЕРОС, так я вам тоже скажу, так нет. Из того, что нам удалось идентифицировать по вузу, который закончили, там, конечно, есть вариация по балу и юбилей. Там три выпускника МГУ, да? Да, и очень существенно. Вы не думаете, что в выборке РЛМС там исключительно действительно выпускники МГУ, СПГУ и так далее. Нет. Там на самом деле очень широкий спектр российских вузов, которые совершенно не обязательно относятся к тому, что мы называем там ведущими сейчас по программе глобальной конкуренции и так далее. В этом смысле говорить о том, что там у нас есть еще какие-то звездные поступления, в эту кого-то, которую мы рассматривали, скорее нельзя. Видите, прокомментируешь? Ну, достаточно сложно добавить что-то. Нет, нет. Нет, мы не измеряли качество поступившего. Более того, это очень важное добавление, чтобы потом не было просто вопросов. У нас баллы ЕГЭ измеряют качество приема и таким образом качество вуза в одни годы, но это не те же самые годы, что годы поступления тех выпускников стартовую зарплату и ближайшие годы, которые мы имеем. Но они же могут меняться во время выка? Ну, конечно, конечно. Я просто сразу обращаю на это внимание. Каким честь мыслей по этому поводу? Мыслей полно данных. Хорошо, так хочется сделать. Когда мы делим на элитные, элитарные и неэлитарные, мы это делаем так же, как в самых известных работах в зарубежных, и имеет смысл сравнить вот эту вот премию или вообще не имеет смысл сравнить примерно там 30% или 20%? Ну, в принципе, каждая система высшего образования в каждой стране, она обладает своими институциональными особенностями, поэтому нельзя говорить, что эти данные на 100% являются сопоставимы, и мы можем однозначно сказать, что вот эти 20-30%, которые по России, они соответствуют тому, что по Соединенным Штатам. Но в целом мы придерживались той методологии, которая использовалась в зарубежных работах в том числе. Ну, то есть, в частности, вот мы делили вузы на квартели, то есть вот в Соединенных Штатах были работы, они использовали балл SAT. SAT – это фактически ЕГЭ наш, а то есть наш ЕГЭ является аналогом, вот, и они также, по сути, делили выборку вузов на квартели по вот этому баллу SAT, и мы, соответственно, делили выборку вузов на квартели по баллу IB. В этом смысле это в конце сопоставимо. Да, спрошу, как мы избавились от ненаблюдаемых параметров, например, качества? Давайте это отнесем в содержание. Давайте, давайте, это самое основное. А у меня вопрос такой, вы меряете зарплату на входе, да, на рынок после завершения? Нет, там по-разному. Но как учитываются, как учитывается познание зарплаты лаги? Потому что, допустим, могут все представить, что все входят в рынок после завершения с одинаковой зарплатой, она может расходиться в разности. А может быть, наоборот, входят с разными, а потом, так сказать, траектории могут быть по времени, тоже пересекающиеся. И как у вас какие-то идеи по этому поводу есть? Ну, да, вопрос понятен. Ну, опять же, то есть, вот мы когда строили выборку, то есть, это был некий слепок. То есть, мы в 2013 году, например, спрашивали респондентов, которые закончили вуз в 2009 по 2013 год. Соответственно, туда могли попасть люди, которые закончили в 2009 году, а зарплата у них за 2013. Я понимаю. Да. Ну, ответ, ну, например, у нас коэффициент при количестве лет после выпуска, он является незначимым. Что значит коэффициент количества лет после выпуска? Ну, у нас очень короткий горизонт измерения зарплат после окончания. Да? Соответственно, 9-13. Поэтому первое, что можно сказать, что в основе своей это стартовый зарплат. Да, в основе своей. Это действительно стартовый зарплат. Длинных рядов разбегания или схождения у нас здесь по нашей подвыборке практически невозможно наблюдать. Первый тейс. Второй тейс. Так как все-таки мы смотрим не только в первый год после окончания, но у нас есть возможность смотреть и чуть-чуть дальше по некоторым, то мы контролируем количество лет после выпуска. И Витя как раз говорил, что в данном случае у нас не получилось, что это каким-то образом влияет на отдачу. Вот то, что мы получили. Прямо, спасибо. Нет, но все-таки можно уточнить. Вот представим себе, что для респондента есть... Он окончил в 2009 году, например, у него есть данные по зарплате в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Какую зарплату из этих лет вы включаете? Ну, такое, во-первых, было очень редко. То есть обычно за этот период было порядка двух наблюда. Мы самое позднее, 2013, например, да, самое позднее. А которые повторы были, мы удаляли. А если это, наоборот, самое ранее? Как бы это... То это еще один из вопросов уже содержать, да? Ну, ответ мы включали позднее. Мы включали позднее. Да, пожалуйста. Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я представлюсь, поскольку у тебя кто-то знает здесь. Меня зовут Игорь Чириков. Я работаю в институте образования, высшей школы экономики. И занимаюсь исследованиями высшего образования. Занимаюсь исследованиями, в основном, сравнительными, разными. И качество образования в том числе. И поэтому сегодня я скажу в основном про сторону высшего образования. Меньше буду говорить про сторону рынка труда, потому что вы здесь все в этом понимаете гораздо больше. И мои комментарии вряд ли наивные, что-то здесь скажут. Во-первых, хочется сказать, что это супер важная работа. И действительно, очень... Потому что мы как-то прошли вот этот период массовизации, когда все пошли в высшее образование, когда там по разным оценкам доля возрастной кокорды, которая идет в ВУЗы, составляет 70%. Мы прошли без соответствующего, ну, такого исследовательского сопровождения. Что же происходит, а какие эффекты у нас появляются. И буквально неделю назад была большая конференция Американской ассоциации исследователей высшего образования. И там презентовали новую книжку. «Халл колледж Аффект Сфиленс» — это книга, которая впервые была издана в 91-м году. И это будет уже ее третье переиздание. И там рассматривается такой мета-анализ разных эффектов высшего образования на студентов, на выпускников высших учебных заведений. И три главы посвящены, собственно, заплатным эффектам. Там очень детальное исследование того, как, в том числе, элитные ВУЗы влияют, как разные специальности влияют. На самом деле эффект специальности, он больше всего, если вот один какой-то вывод сказать. И у нас, конечно, таких оценок очень немного. И мне очень приятно было читать эту работу. Если какой-то репетер подбирать к ней, то я бы сказал, что она очень элегантная. Мне очень понравилась идея с совмещением разных баз данных. Мне кажется, это очень такой интересный ход. И она очень детально и ясно написана. Но поскольку меня наверняка позвали сюда не для того, чтобы я хвалил работу, а для того, чтобы проблематизировал какие-то тессы, чтобы авторам было понятно, куда можно двигаться, то, а я могу долго говорить про преимущества этой работы, но сэкономлю ваше время. Вы сами, в общем, те, кто читал работу, в общем, сами все видите. У меня есть шесть тезисов и несколько предложений, которые, может быть, авторам будут полезны. Это шесть тезисов, где я попытался выделить некоторые предпосылки вот этой работы, этой статьи. И попытался их осмыслить. Это те предпосылки, которые мне кажутся, может быть, проблематичными, требующими обсуждений, точно требующими некоторой детализации в статье, почему именно эта предпосылка выбрана и какие следствия она имеет. На самом деле у меня было семь, но по ходу Виктор пояснил одну, и она снялась. Но я уверен, что если пояснить остальные, то работа только выиграет от этого. Итак, предпосылка первая. В работе не явно, а когда-то явно предполагается, что вузы являются однородными по своему качеству. То есть вуз элитен, селективен целиком, полностью. Это, наверное, в экономической теории ближе к теории сигналов, если оценивать эффекты на рынок труда. На рынок труда. Но на самом деле мы видим, что с возрастанием массовизации основной эффект, ведь как в России массовизация происходила? Она может происходить за счет открытия новых вузов, а может происходить за счет расширения существующих, существовавших в советское время. И это как раз был наш путь. Появилось какое-то количество частных вузов, но они были очень маленькие. В основном вузы просто расширялись, наполнялись, росли, открывались новые направления подготовки в технических вузах, непрофильные в том числе, во всех остальных тоже. И вообще сама профильность вуза, категория профильности вуза, она уже устарела. Если мы посмотрим, например, на аграрные вузы, то там роль собственно аграрных специализаций составляет 23%. Остальное это все разные другого рода направления. Потеряли свое лицо и педагогические вузы, потеряли свой профиль вузы технические многие. Поэтому предположение, то что мы можем делать какой-то вузовский прокси, который отражает общую элитность и селективность, вне зависимости от того, что там внутри происходит, это, на мой взгляд, требует обсуждения. То есть дальше есть филиалы, например, если человек закончил филиал, указывает ли это он в банкете. То есть он указывает, да? Ну, с филиалами там попроще. Но вот само предположение, что вуза однородно внутри, оно в работе есть и нуждается в дополнительном таком основании. Дальше еще одна предпосылка, которая есть в работе, это то, что у нас есть некоторая непрерывная траектория. Сначала он учился в вузе, потом вышел на рынок труда и начал работать. С массовизацией высшего образования растет разнообразие подобных траекторий. Во-первых, и это, мне кажется, самое основное ограничение работы, которое тоже, видимо, нужно в явном виде указать и обсудить, рассматривается только специалитет, насколько я понял, если я правильно понял, из работы. И при этом рассматриваются годы относительно недавние, когда количество выпускников специалитета сокращалось, росло количество выпускников бакалавриата, магистратуры, являются новые направления, вернее, новые такие трехи, переходы, бакалавриат, магистратура. И вот эти изменения, которые появляются, их, вероятно, важно тоже отразить. Кто-то делает перерыв между вузом и выходом на рынок труда. Там в армию идет, например. И таким образом вот это разнообразие траекторий, которое появляется в ситуации массового высшего образования, его, видимо, тоже как-то нужно учитывать. Следующая предпосылка, которую тоже стоит обсудить. Чуть-чуть Сергей Юрьевич про это сказал. Есть предпосылка, что средние баллы ЕГЭ, которые используются в работе, они сопоставимы по годам и устойчивы некоторым образом. То есть тот срез, который есть в работе, он отражает некоторым образом стоявшиеся классификации селективности или неселективности. И, во-первых, некорректно методологически сравнивать баллы ЕГЭ одного года и другого года в принципе. То есть если мы говорим, что 70 баллов в одном году, это не 70 баллов в другом году. То есть там шкалирование каждый год свое, и поэтому это отражает разные феноменки. Применительно к вузам есть кейсы, когда селективность вузов росла, есть кейсы, когда селективность вузов падала. И, кроме того, средний балл приема вуза, он зависит от многих факторов, от размера, от набора направлений подготовки, потому что там разный набор экзаменов и так далее. От олимпиадников тоже это уже обсуждалось. Это третье. Четвертое. Четвертая предпосылка тоже нуждается точно в дополнительном, в основании, и мне кажется, я не уверен, но, возможно, в данных это есть, и это можно как-то учесть, поправить, что не является значимым, соответствует ли направление подготовки студенту, направлению, вернее, сфере занятости, сфере его занятости. Потому что, то есть, важно ли по специальности работает выпускник или нет по специальности. Игорь, если можно, я сразу уточню, кому и для чего важно? Для работы не является важным, соответствует ли направлению выпуска сфере занятости. Ну, то есть, среди показателей нет таких, которые вы ответили. Еще раз, для чего это важно? Чтобы на понимание происходит? На понимание этого комментария. Для авторов работы, насколько я понял из текста, не является... Не является. Не является. Не является. А почему это является важным на вашем случае? Я сейчас скажу. Соль. Да, я как раз хотел бы сказать. Одной из... Во-первых, есть некоторое конвенциональное предположение, что работа по специальности лучше реализует потенциал и лучше показывает, насколько выпускник может применить свои профессиональные качества. Это, во-первых. Во-первых, есть такая. Во-вторых, в соответствии сферы занятости является одним из важных предикторов заработной платы в американских исследованиях. Вот та презентация книги, о которой я говорил, важнейший фактор, который влияет на уровень зарплаты, это является работа в соответствии с тем направлением, с тем мейджором, который был у студента в университете. Поэтому, видимо, то есть в работе учитываются специальности разные, которые закончил студент, но потом непонятно, он пошел работать в соответствии с этой специальностью или нашел какую-то другую. В частности, для выпускников технических вузов, вероятно, это важно. Пятая предпосылка. Опять же, как мне показалось из текста, приравнивается селективность вуза и репутация на рынке абитуриентов репутацией среди работодателей. То есть мы измеряем репутацию на рынке труда, говорим, что вот в эти вузы, эти вузы более селективны, их выбирают абитуриенты. Руководствуются ли той же логикой работодатели? Если честно, это не очень очевидно. На мой взгляд, у работодателей, опять же, я не основываюсь здесь на никаких результатах исследований, но интуитивно чувствую, что у работодателей немного другие критерии для выбора вузов, чем у студентов, когда они были в домохозяйке, когда они выбирают вуз для поступления. Соответственно, например, есть множество вузов, ну не множество, но есть старые советские вузы, у которых очень сильный бренд, но они абсолютно уже не селективные, но работодатели могут думать, что это хорошие вузы, потому что они перемели в советское время и были очень известны. Поэтому здесь есть очевидно какая-то, нуждается вот эта часть прояснений, к чему мы приравниваем. Мы предполагаем, что работодатели, для работодателей вот эта селективность, она является важной. Ну и, наконец, последняя предпосылка, которая есть, это то, что способности всех, изначальные способности всех студентов одинаковые, так же, как и социально-экономический статус семей. И, насколько я понял, не используются какие-то показатели, чтобы скорректировать. С одной стороны, может быть, данных нет, с другой стороны, важно это тоже как-то в работе в тексте отразить. В связи с этим, у меня есть несколько предложений, может быть, авторам, которые они могут воспользоваться, могут и воспользоваться. Мне кажется, что в тексте не хватило, мне не хватило, вот такой теоретической позиции авторов, вот в какой из теоретических направлений, теоретических перспектив, вы относите себя, теория сигналов или теория человеческого капитала, какую механику вы видите за теми результатами, которые есть. Я понимаю, что вы такую агностическую позицию занимаетесь, мы не знаем, действительно, нам не хватает данных, но хотя бы какие-то вот такие предпосылки для отбора показателей хорошо бы прояснили. Дальше хорошо бы, наверное, включить в работу какие-то, опять же, насколько это возможно, разные образовательные траектории, вот это буквально, ряд магистратуры, но они точно появляются, они точно были в конце 2000-х, в начале 2001-х. Вероятно, нет только специалитета. Еще одно предложение, которое есть. Вы сами говорите о том, что есть вторая волна исследований, которые используют множественные прокси для оценки качества ВУЗа. Возможно, более точной оценкой качества для конкретного респондента будет не селективность среднего ВУЗа, а средний балл ЕГЭ ВУЗа по специальности, которую закончил аудиториент. Более того, есть целый ряд характеристик ВУЗов, которые опубликованы в мониторинге эффективности, оттуда можно выбирать разных, посмотреть, как они взаимосвязаны, чтобы быть тоже, может быть, ближе к второму поколению исследований, которым множественные эти показатели выбирают. Может быть, использовать какие-то способы такой треангуляции элитности ВУЗов, есть рейтинг ВУЗов по заработной плате, может его как-то можно использовать в сами характеристики, по квартелям разделить, или какие-то еще лейтинге работодателей посмотреть дополнительные показатели, которые могут нам показать, что вот эта классификация в УЗУ является такой устойчивой. Ну и мне кажется, я не знаю, опять же, есть ли это в базе данных, но на мой взгляд, вроде бы, есть разные показатели социально-экономического статуса семьи, показатели, регионы, там сказали про коридорицию. Вот, такие комментарии в целом. Но, повторюсь, мне работа очень понравилась, мне было очень интересно читать. Если кто-то не прочитал здесь сидящих, я обязательно рекомендую. И мне кажется, эта работа, она продвигает нас в дискуссиях, в понимании того, какие же эффекты высшего образования есть, и как массализация влияет на рынки труда и вообще на дальнейшие траектории услугов. Спасибо большое. Спасибо. Может, вы сейчас передали еще? Давай полезно сразу, потому что часть вопросов нет. Начинаете, да. В следующей части. Ну, прежде всего, вот по поводу непрерывной траектории рынок труда, работа, и вот по поводу бокового ряд магистратуры. Но ведь на самом деле мы же смотрим на выпускников, а первый массовый выпуск, магистров, он произошел вот в бакалаврах, да, в 2014 году. В 2015? Даже в 2015. То есть, как бы, они, вот в период, который мы рассматривали, они начинали учиться в вузах, то есть поступали на программы, но при этом выпускников массовых каких-то бакалавриат и магистратуры их просто не было. Поэтому мы рассматривали выпускников специалитета. То есть здесь вот этой вариативности, ну, здесь, в принципе, ее еще не было. То есть это в последующие какие-то периоды можно будет вот это оценить. Сейчас, как бы, ну, абсолютно вот этого не было. По поводу балла ЕГЭ, средний балл ЕГЭ. Безусловно, наблюдалась какая-то вариация в течение лет, то есть вот с 2011 по 2013, селективность этого вуза, рейтинга вуза. Но при этом мы же смотрели, использовали средний показатель. То есть мы считали среднее за три года. Ну, и то есть, как бы за счет этого получается, что мы и кроме того, вот такой существенной, значительной вариации в этой селективности не наблюдалось. То есть единственное, что медицинские вузы очень выросли вот с точки зрения этой селективности. Давайте сразу запомним, чтобы не уходить от этого вопроса. На самом деле, пунктуации по баллам ЕГЭ начались с 2014 года. Потому что в 2014 году другое руководство Рособорнадзора применило несколько другие технологии, поэтому реально там произошло некоторое упорядочение шкалы по ЕГЭ. А в 2015 году у нас еще была ситуация, связанная с учетом индивидуальных достижений и так далее. Там был сдвиг шкалы и так далее. До 2013 года таких суперзначительных репутаций не было, но я имею в виду такие вот эмоциональные. Поэтому здесь более-менее устойчивые. Это и показывает, кстати, более-менее редко, чтобы сразу было понятно. Вот еще по поводу того, что селективность вуза мы приравним к репутации среди работодателей. Но на самом деле мы как раз оцениваем, как селективность вуза, то есть то, как поступает средний балл на входе, он влияет на последующую заработную плату, которая формируется в том числе на основе репутации вуза со стороны работодателей. Ну, то есть мы получаем, что мы это не приравниваем, а оцениваем влияние одного на другое. То есть как бы здесь совершенно, это как раз вот показатель на входе вуз и показатель на выходе. И мы смотрим, как они соотносятся. Но мы их ни в коем случае не приравниваем. По поводу того, что вузы однородные по качеству, вот мы из этой предпосылки, но мы же все-таки в регрессионной модели, мы контролируем даже не на профиль вуза, а на образовательную специальность, по которой учился выпускник. Ну, то есть в этом смысле мы как раз не исходим из того, что вузы являются однородными по качеству. Единственное, что вот я так понял, вы, возможно, предлагали то, чтобы посмотреть средний балл ЕГЭ по образовательной специальности. Ну, как бы нам кажется, что с учетом того, что мы контролируем и на профиль вуза, и на образовательной специальности, то смысл в этом такого большого... Ну, мы бы скажем так, смысл есть, но... Отдельная задача. Да, да, но это немножко отдельная задача. Есть соображения, почему и в таком виде это может, тем не менее, быть содержательным интересом. Потому что на самом деле, конечно, мы понимаем, что вузы неоднородные в условиях специальности. Это правда. Но при этом у нас нету измерителя степени неоднородности. То есть мы не можем сказать, насколько чудовищный разрыв между математиками, социологами, грунтами, или между социологами, или экономистами, мы понимаем, что есть некоторые неоднородности специальных вузов. Но сказать, что это неоднородность внутри вуза больше, чем неоднородность между вузами, у нас, строго говоря, нет ни меры измерения, ни очевидной гипотезы утверждать, что меры неоднородности внутри больше, чем неоднородность между вузами. Вот поэтому на данном этапе, без более тонких инструментов, оценки, возможные результаты, которые мы сделали, представляют интерес. Да, но еще по поводу того, что способности индивидов, они являются изначально одинаковыми, но мне кажется, что мы не сходили из такой предпосылки, скорее, просто здесь проблема в том, что способности, они как ненаблюдаемы, то есть эта проблема, которая рассматривается во многих исследованиях, связанных с одачей от образования, заключается в том, что мы способности не можем наблюдать, мы можем использовать определенные прокси-перемены для этих способностей, но в данном случае, вот, например, этот прокси-перемены мы могли использовать балл ЕГЭ индивидуальный. То есть, если бы у нас был индивидуальный балл по каждому выпускнику, когда он поступал, да, но его не было, вот, соответственно... Можно попросить РМС включить такой вопрос? Это хороший вопрос. Очень нужно. Есть? Есть некоторый город? Он есть некоторый город? РМС? Это хороший вопрос, но да, он в массиве. Красный диплом, не красный диплом, школа, например. Золотая медаль там. Вот в этом есть... В РМС был вопрос по поводу того, какую школу вы закончили, гимназию, там, или обычную, но это тоже вопрос не только способностей. То есть, в общем-то говоря, это того, куда родители могли направить. Скажем так, мы признаем, что это может быть дальнейшим направлением для того, чтобы совершенствовать полученный результат. Вот, я бы так сказал. Есть еще один важный вопрос, который поставил Игорь, на который, видите, пока не ответил. Это пресловутая работа по специальности. Во-первых, мы категорические противники святей конвенционального понимания, что это важно. Никому это не важно. Кроме части регуляторов образования, представление о том, что все должны идти исключительно работать по специальности. Это представление о том, что рынок труда это такая жесткая, мертвая конструкция, которая полностью соответствует структуре образования. И задача попасть в правильно окрашенную лечебку с точки зрения специальности, а не быть успешным в своей трудовой деятельности. Мы исходим из другой концепции, из другой гипотезы, из другой парадигмы. Что если образование успешно, качественно, хорошо, ну, с учетом способностей человека, то дальше он реализует себя на рынке труда независимо от того, по специальности или не по специальности. И в данном случае заработная плата является некоторой характеристикой успешного рабочего места. При всех, естественно, ограничениях и так далее. Поэтому мы совершенно сознательно в данном анализе не включали, работая по специальности или нет. Это может быть предметом отдельного анализа, что вообще дает работу по специальности. Она проваливает заработные платы или, наоборот, повышает. Но я хочу сказать, что это скорее отдельный исследовательский трек, который, с нашей точки зрения, не должен влиять на изначально поставленный вопрос. А можно я чуть-чуть два комментария, буквально коротких, на этот счет? Конечно. Давайте мы сейчас начнем. Развескучу, а потом у нас еще вопросы есть, а потом мы вернемся. Значит, спасибо. Значит, теперь вопрос. Значит, у нас уже вот девушка... Да, можно слышать. Да, я начала говорить, что давно идет речь о том, что ли мы переносвященны. Экономистами, юристами, но, согласно следуя, они по-прежнему получают большую зарплату. То есть, правильно ли я понимаю, что рынку не хватает именно хороших юристов и экономистов, которым готовы доплачивать? Или этот эффект сохраняется для специальности в целом? И почему он до сих пор устойчив? У меня предложение. Давайте сколько-то вопросов наберем, а потом так вот сюда блоком напишем. Ладно, сейчас вот у вас был вопрос. Ну, я про эндоген, я спрашиваю, как раз про качество специально-экспертирую. Видимо, уже... Ну, эндоген, это проблема, которая решит. Да, да, да. Ну, она относится к проблеме. Значит, тогда вообще, что вы думаете про эндогены? Слово как-то... Я не понял, оно звучало или нет. Отвратить на следующий сентября. Да, ну, дайте еще вопросы. И еще, по-моему, у нас были вопросы, которые мне ответили на первые, самые про вступительные экзамены, то, что они снижают немного баллы. Вступительные экзамены касаются... Давайте... Я сразу просто скажу, чтобы этот вопрос снять. Количество вузов вот на этой руке. Все. Это касается с точки зрения тех, кто имеет право наступительные экзамены, тем, кто их пользуется. Вступительные экзамены есть еще в вузах так называемых творческих специальностей, там, где просто вступительные по определению вводятся. Но практически они у нас здесь не фигурируют выбор. Поэтому срок, говоря, здесь вступительный экзамен не смещен. А можно тогда в продолжение этого вопроса не исключено, что те люди, которых вы исследуете, когда поступали в вуз, они сдавали как раз вступительные экзамены, и ЕГЭ еще не было. Такое имеет место быть? Как быть с этим? Конечно. Александр Савченко, я сразу отвечу. Я уже обращал внимание, мы обращали внимание, что мы измеряем качество вуза уголом ЕГЭ в одно время, но не в то же самое время, когда люди поступают. Таким образом, мы не утверждаем, что у нас существует жесткая связь между заработной платой после выпуска и качеством вуза, измеренным в кросс-секшн, в момент поступления тех людей и заработную плату, которые мы измеряли. Мы сразу здесь допускаем очень сильную посылку, о том, что мы меряем качество вуза ближе к тому моменту, когда они выпускались, а не к моменту, когда они поступали. Ну, у меня был такой вопрос, а не нужно ли попробовать и включить вместо или наряду со специальностью по образованию, профессиональную принадлежность, по состоянию на тот момент, когда вы проводите анализ, почему вы не попытались включить эти перемены. А к чести я вас уже затрагивал, но у меня, если можно, тричный вопрос, Люсович, а зачем? Ну, я не жду ответа, я просто сразу буду рассуждать. Еще раз, мы не ставим себе задачу посмотреть, где они оказались профессиональны. По специальности, не по специальности, в том или другом месте. Изначение гипотезы следующее. Если это образование более качественное, а качественность образования мы измеряем через качество приема в этот вуз, то это обеспечивает каким-то образом лучшие позиции на рынке труда независимо от профессиональной деятельности. А лучшие позиции измеряются зарплатой. Еще такой момент. Но опять с этим связано. А вот, в принципе, в период времени, когда человек выпускался после вуза, вымеряете зарплату, вы контролируете, менял ли он местная работа, или что-то менялось у него, или это невозможно? Так, давайте сейчас вот еще последний вопрос, и мы вопросим ответим, а потом поймем. Витя, можно слайд вывода 1? Вот если мы там посмотрим, то первое предложение, которое есть, основной результат, значимая экономическая отдача на рынке труда от обучения в качественном плане. Ну, не от обучения, да. Я бы посоветовал бы не использовать вообще, что вы выявили отдачу от обучения, поскольку вы не учитываете индивидуальные характеристики. От факта того, что человек закончил качественный вуз. Сейчас. Смотря, как мы понимаем с точки зрения русского языка слово обучение. Если слово обучение с точки зрения русского языка мы понимаем как синоним окончания этого вуза, то тогда наше утверждение верно. Если слово обучение с точки зрения русского языка понимаем как то, чему ему научили в этом вузе, тогда комментарий Сергея Андреевича совершенно справедливый. Так, хорошо. Давайте отвечайте на все вопросы, которые были. Здесь какой-то есть общий вопрос, в том числе то, что сказал Сергей Андреевич, то, что спрашивали про эндогенность. Еще раз хочется сказать, что мы оцениваем все-таки общий эффект, то есть экономическую отдачу от качества вуза, который в себя включает уже часть других эффектов, которые можно списать в том числе и на эндогенность, который мы, например, в качественные вузы поступают наиболее способные студенты, то есть абитуриенты. То есть это эффект самоотбора наиболее способных студентов, ведущие вузы. При этом есть вот эффект, который назвал Сергей Андреевич, это эффект качества образовательных услуг, то есть непосредственно от того, как учились. Но мы смотрим на общий эффект. Я правильно вас понимаю, вы говорите, что проблема эндогенности здесь нет? Нет, в любой работе практически есть проблема эндогенности, только малая работа, в которых она… В чем она актенна? Вот по правду. Ну, ненаблюдаемые способности в том числе. Я просто прокомментирую. Давай. В чем здесь есть проблема эндогенности? Проблема эндогенности здесь есть, конечно, в первую очередь, с точки зрения ненаблюдаемых характеристик, способностей тех или иных индивидов, и, соответственно, отдача на эти способности с учетом того, чему и как они могли научиться и так далее, и так далее. Эта проблема, как уже Виктор закладывал, естественно, признается в литературе и существуют работы, которые пытаются разделить все то, что связано с обучением, так или иначе контролируют способности, пытаясь решить эту проблему. Мы пытаемся, как и способности, каким-то образом. Мы эту проблему полностью признаем, но мы поступаем по-другому. Мы говорим, что мы не ставим себе задачи разделить эти эффекты. Мы не делим эффекты от окончания вуза, с чем они связаны? С тем, что туда произошел сердце-лекшн более сильных студентов, с тем, что туда произошел то, что там просто лучше и лучше. Или то, что там сложились, возможно, какие-то профессиональные социальные связи с рынком труда и бренд работы или еще. Мы этого не говорим. Мы, честно признаем, мы этого не делим и не знаем. Единственное, что мы утверждаем, что есть зависимость через качество вуза, измеренного через качество приема, при этом это уже сильное допущение, что качество вуза можно свести к качеству приема. И заработными платами тех, кто его закончил. При этом остается большой черный ящик. Синий. Ну, синий, да. В том числе то, о чем говорил Игорь, о том, каков механизм со стороны работодателей признание того, что это более качественный вуз. Не знаю, здесь возможны различные гипотезы. Мы не утверждаем, что работодатель смотрит на бал Игорь. Спасибо же. Ни в коем случае. Просто мы предполагаем, что те, кто закончил вуз более качественный, измеренный через качество приема, оказываются на рабочих местах с более высокой зарплатой. То ли потому, что вуз или профессиональные сети дают доступ на эти рабочие места. То ли потому, что они более способны или более обучены по сравнению с другими. Вот единственное, что мы утверждаем. В этом отношении наши выводы не претендуют на бурж. А уместно ли тогда в этом случае формулировать так, что это именно отдача от качества вуза? То есть явно, что она здесь зашумлена и не является точным вкладом именно вуза, потому что здесь замешаны еще и способности. Я, как человек, входящий несколько десятков лет в аудиторию, могу сказать, что не существует качества обучения без качества того, кого ты учишь. Не бывает хорошего преподавателя без хороших студентов. Всем нам, коллегам, которые много преподают, приходилось преподавать в разных местах. Мне, по крайней мере, в 90-е и в нулевые в разных. Я могу сказать, что как ни танцую перед плохой аудиторией, ничего не получается. В этом смысле, мне кажется, что когда мы начинаем так делить, это очень важный исследовательский вопрос, но он сам к себе не очевиден. О том, что так раскладываются эффекты, что мы их можем разорвать. Качество тех, кого мы учим, и качество того, как мы учим. Это довольно важный вопрос. Хотя, еще раз хочу сказать, постановка правомерная. Но я вернусь к тому, что мы говорили. Мы и не пытаемся это выяснить. Мы сразу признаем, что нас не хватает для этого аналитических возможностей. Более того, мы слово «качество вуза» берем в кавычки и говорим, что это качество вуза измерено через качество приема, и никак более. Ну, я бы тогда, вот, из того, что сказано, я бы сделал такое, что все утверждение, все как бы сводится к иному утверждению. Есть корреляция между зарублением, выпускниками и теми вузами, в которых они учились. Не просто ими вузами, а вузами, измеренными по балу ЕГЭ. По балу ЕГЭ. И существует... Ну, с учетом других контролей. Существует никакой причинности, понятное дело, поскольку здесь, может быть, еще и обратная причинность и так далее. А просто вот у нас есть некие коэффициенты, которые мы так очень скромно интерпретируем в качестве, ну, вот, коэффициентов корреляции. Я бы не назвал это корреляцией, потому что все-таки это при контроле ряда других параметров. Ну, корреляция при контроле... Ряда других параметров, да, потому что все-таки это не называется корреляцией. Ну, такая условная корреляция. Это первое. Второе. Мы ни слова не сказали о точной идентификации причин. Ну, я поэтому и говорю, что... Совершенно сознательно. Мы это совершенно сознательно, именно так, как вы струлили. Хорошо, давайте другие вопросы. Единственное, что, Владимир Федорович, а можно вопрос? А по поводу обратного влияния? Ну, а что, по поводу обратного влияния? Люди, которые ориентированы на то, чтобы иметь высокую заработную плату, они представляют себе, какие вузы дают лучшие условия и сознательно выбирают то, что... Ну, то есть, self-selection более синяки. Понятно? Ну? Да? Да. Ну, хорошо. Давайте на вопросы дальше, потому что я думаю, что еще будет много вопросов. Практически, на самом деле, на все... Нет, на самый первый вы не ответили. Про юристов-экономистов? Да, два раза. Вы на него два раза должны ответить. Ну, первое. Это очень хороший вопрос. У кого и почему существует представление о том, что экономистов-экономистов слишком много. Работы, которые делаются многим присутствующим в этой аудитории, Владимир Фимович, Рыслав Сарчев, анализ российского рынка труда показывает, что российский рынок труда очень не любит инженеров, а не экономистов. Еще раз, по многим признакам очень не любит инженеров. Например, и довольно существенная часть инженеров, если мы оцениваем по показателю, который мне не нравится, но который, тем не менее, тратит, почему-то бытует в сознании, о работе по специальности, вообще к ней никак не имеет отношения, когда по специальности не работают. Поэтому, мне кажется, что, во-первых, само утверждение о том, что у нас исключительно переизбыток экономистов-юристов, не совсем корректно. У нас такие проблемы существуют по разным направлениям. Первое. Второе. Полностью можно согласиться с утверждением, которое вы сделали в вопросе, о том, что, конечно, рынок хочет хорошо подготовленных людей в этом отношении, экономистов, юристов, инженеров и всех остальных. Третье. У нас пока очень мало информации о невостребованности экономистов. Вот я сошлюсь на работу Владимира Ефимовича, Рыстава Саковича, Тани Карабчук, где учились и где пригодились, которые делались в конце нулевых годов, где было показано, что как раз с экономистами, мэчингом, востребованностью всем остальным как раз лучше всего в сравнении с рядом других направлений. Такого же уровня аналитическое утверждение про ситуацию на сейчас у нас, например, отсутствие. представление ряда блесмейкеров, чиновников и журналистов, вообще говоря, не всегда, в данном случае, обоснованное. Так, еще вопросы, которые... Настал Сакович, на Ваши вопросы ответят? Да. На Ваши вопросы ответят? Да. Ну что, идем к второму кругу вопросу. А вот, при той закономерности, которая выявлена, а вот можно как-то проинтерпетировать, почему в технических вузах не самый высокий балл, но оказывается самый высокий балл? Ну, то есть, есть ли общая закономерность, что, в общем-то, более высокий балл средний дает природозарплаты, то вот как будет с техническими вузами? Ну, вот первый ответ, что в технических вузах не высокий балл, это, в общем-то, понятный, известный, это, собственно говоря, является фактором. Люди с более высоким баллом будут другими. Экономические, медицинские, классические, а в технических, это, в общем-то, есть. Почему там оказывается большая заработная плата, мы скажем, наверное, сейчас... Но они могут работать не... Это понятно, просто, мы сейчас там не можем сказать точно, что они могут... Нет, где они могут работать, да, но у нас этого анализа... Анализа нет, и поэтому мы ответить на этот вопрос сейчас по этим данным... Ну, просто, как правило, считается, что в технических вузах, несмотря на то, что туда не очень высокий конкурс и средний балл по ИГО недостаточно высокий, при этом все равно сама программа обучения, она достаточно сложная. Витя, Витя, я извиняюсь, конечно, это спорно. Я знаю массу технических вузов, в которых программа не стоит. Нет, но формально там все-таки математические дисциплины идут. Это ничего не значит. Ну, вот то, что никакая заплата вызывает очень много вопросов, я не знаю, по расчетам. Мы принимаем этот вопрос. У нас нет сейчас хорошего содержательного технического объяснения. Продолжение этого короткого репута, мне кажется, профиль вуза уже ровно ни о чем не говорит. Вышка не социально-экономический вуз по профилю, но все посчитают ее социально-экономическим. И у меня вопрос. Все-таки, если вернуться к работе по специальности, я целиком полностью поддерживаю тезис о том, что не должны выпускники каких-то специальностей работать, идти ровно туда, куда им предначерпывали. Они могут реализовывать себя в разных сферах. Это абсолютно нормально. Но, во-первых, российское образование, оно все-таки устроено по специальности. У нее нарезка по специальности и все-таки еще профессиональнее. Мы не пришли к ситуации, когда у нас программы готовят специалистов широкого профиля, которые могут себя в разных сферах реализовывать. Тем более, если мы говорим про специалитет, а анализируются именно выпускники специалитета. В связи с этим, мне кажется, что важно в тексте тогда, раз вы действительно предполагаете, что это незначимо, хотя бы показать, что это незначимо на данных основываясь. Тем более, что, я так понимаю, данные о рабочем месте есть и о сфере, в которой они прикладывают. И плюс, это бы позволило отнестись к американским исследованиям, которые, повторюсь, вот мета-анализ, совсем недавно представлен, показывают, что работа в соответствии с направлением подготовки, на котором обучались студенты, является главным предиктором заработных плат. И, очевидно, нужно это как-то дискуссионно обыграть. Первое. Мы полностью принимаем такой запрос исследовательский. Но, на наш взгляд, это действительно отдельная самостоятельная задачка, которая требует аккуратного анализа, каким образом зарплаты выпускников связаны с мэтчингом образования специальностей. И что из этого происходит. Поэтому мы, скорее, воспринимаем это как задачку исследовательскую, которая может стать предметом отдельного общего разговора, чем то, что нужно сделать здесь. Потому что, еще раз, представили здесь более локальные задачки. Второе. То, что касается специальностей и направлений, как у нас сейчас готовится. Да, Игорь, ну, конечно, вы совершенно правы. Здесь у нас нету разногласий. Действительно, специальность — это грузская направка. Другое дело, что российское образование уже пришло к широким направлению баклариата. Начиная с приема 11-го года, у нас количество приемных специальностей остается в сфотографии. И онколога — это на обшироке, мы не считаем технических приемов. Поэтому здесь несколько переход произошел. Но, с другой стороны, в этом же есть и ловность. Потому что, когда мы смотрим номенклатуру образовательных специальностей по пятилетнему образованию, специалитету, анализировать, что там по специальностям в областях культуры и технических наук, я это достаточно хорошо знаю. Эта задачка, на мой взгляд, полностью тупиковая. Потому что редкостная нарезка по специальностям различных технических специальностей по каждому виду вооружения, боеприпасов или определенных узлов и механизмов, это такой анахронизм, который анализирует на предмет по этой специальности, буквально работает на очень изменчивом и давно изменившейся рынке труда, в некотором смысле тупик. Здесь, в любом случае, приходится говорить о более широких... Это касается технических специальностей и культуры. Культура, там практически каждый инструмент, с точки зрения исполнительского искусства. В культуре мало студентов, а технических... Я знаю, я просто сейчас говорю в общую проблему, да, технических много. Вот там это просто в каком-то смысле задачка, но ее и ставить не надо, потому что мы и так знаем, что рынок труда давно другой, а специальности вот еще упускаются мероприятия, вот такие. Поэтому здесь есть некое проблему. Так, еще вопросы? А добавить еще можно, Игорь? Конечно. Просто хотел сказать, что, в принципе, мы действительно в дальнейшем планируем проведение работы, которая бы анализировала как раз показатели рынка труда, их влияние на заработные платы, в том числе, вот вы правы абсолютно, что в западной какой-то литературе рассматриваются проблемы job education mismatch и over education, и как раз вот с учетом массовизации высшего образования в России, и как раз вот эти проблемы, они могут достаточно остро вставать, и, соответственно, вот мы в дальнейшем анализе планируем провести вот более подробно это исследование. А в данной работе мы считаем, что заработная плата, она отражает все характеристики, которые связаны с рынком труда, то есть это рыночная оценка качества выпускника. И еще раз говорю, то есть мы сравниваем рыночную оценку качества выпускника на выходе, то есть вот как его рынок оценит, и на входе вот как рыночная оценка вуза. Вот за счет этого. А отдельное вот направление работы, это тоже связано с рынком труда, это будет еще проводиться. Я просто по поводу литературы, скорее, комментарии замечания. У меня вспомнилось, есть еще работа, я видела, потому что она не опубликована, я просто не могу говорить, но это, по-моему, Слава Клара Собериана и исследования по качеству, тоже отдача качества образования, тоже по России. По-моему, она не опубликована. Я порой смотрю, Слава Клара, спасибо большое. Ну, может, вот такое есть, и... Спасибо большое, она опубликована. У нее просто про отдача от образования достаточно много. Нет, 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 ну, говорится конкретно, залезем, посмотрим, да, потому что я студия опубликована, действительно. Так, еще вопрос. У меня вопрос. А вы не сочли, нужно включать в расчеты переменные общего и специального трудового стража? Вот, как-то, учитывая то, что это достаточно молодые в основном люди, это может быть важно? У нас возраст... Следующий час, это очень важный вопрос. По сути дела, у нас, это очень важный параметр, распадается на два. То, как мы контролировали, как включали эти уровни. С одной стороны, у нас есть количество лет после выписка, которые... Люди могли работать... Могли не работать. Совершенно осознаем, это да. В этом смысле, это прокси такая отдаленная и буквально не дождейственная, конечно. Я правильно говорю, что это подряд. А второе, то, что у нас есть, и что трудно измерить по-другому, это вопрос, совмещал ли работа с учетом, работал ли во время обучения. И, как мы видим, это параметр, который влияет. В чем здесь сложность есть? Первая сложность — очистить все то, что происходило после выпуска, этот вопрос уже задавался Игорем, в комментариях, как правило, и так далее, да, в карьере. Это первая сложность, которая есть. Вторая сложность — установить, каков трудовой стаж, а тем более специфический стаж, по отношению к чему, да, специфический, за время учебы. Вот за время учебы практически невозможно, там же сам факт, работал, не работал. С этой точки зрения, у нас на коротком горизонте получаются довольно сильные смещенности тогда этого стажа. Поэтому для нас был следовательский вопрос, стоит ли это делать, чтобы получить потом все равно очень смещенные оценки стажа. Это наша некая логика была действия. Вопросы в том, а не пробовали вы, и почему вы не пробовали, почему оценивать заработную плату за один и тот же период, то есть сразу после выпуска, для всех. Почему вы это не делали, и почему? — Нет, очень правильно. — Спасибо за внимание. Попробуем с Витей сейчас ответить. — И я могу тогда повторить то, что я сказал, почему мы не будем делать в качестве одного из вариантов расчета, беря заработную плату не максимально приближенную к последнему моменту времени, а максимально приближенную к моменту выпуска. — Да, я так считаю, что это было бы... — Ну, это мы не знаем, но можно сделать и так, и так. — На самом деле, я вот соглашусь по своим осуждениям в САГСахче, что мы действительно знаем как правильно, но можно было сделать и так, и так. Мы это принимаем как задачу, и могу только сказать, что и так, и так есть дырки. И в этом случае нам все равно приходится принимать новое исследовательское решение о том, с какими дырками мы смиряемся. Но вы правы, надо сделать параллельный этап. — Учитывая, что на первом этапе после того, как человек был в профиле, зарплату очень крутой, просто для разных, разные оказываются в разной, не равной ситуации. Для кого-то мы меряем сразу, а для кого-то через три года, когда зарплата может удвоиться, надо каким-то образом их стараться уравнивать. — Но мы же контролируем при этом на количество лет после выпуска. У нас же есть показатель для этого, и он незначим. — Это дело. — Ну, хорошо, контроль вы думаете. — Мы надеемся. — Ну, он в том числе и стаж может включать. — Придется, что мы думаем, но мы надеемся, что он все-таки часть вещей контролирует. — Но вы, кстати, не контролируете это зарплата на том же, как только вместе работать, или это в другой местах? — Нет, не контролирует. — И там может еще добавляться эффект, не контролирует. — Не контролирует, в этом смысле совершенно сознательно. — Ну, я понимаю, да, я поняла вашу логику. — Да. — Может быть, еще добавляться эффект? — Да. — Может добавляться. В этом отношении принимаются комментарии все, и критика, и вопрос о том, что, возможно, не стоит вообще брать ситуацию, кроме ситуации Т плюс один после выпуска. — Да. — Пожалуйста. — Чтобы сравнить это работают человеческие капиталы или сигналы, ну, как отдельную работу, мне кажется, хорошая идея сравнить вот разницу в зависимости от зарплаты от вуза в 14-м, вот те годы, когда был там 12-й и 14-й поступали, и отдельно в 15-й, потому что в 13-м все списали ЕГЭ. — Во-первых, нам надо быть очень аккуратными с общими утверждениями. — Да, но это, конечно, рации есть. — Я бы сказал так. Многие списали, но у меня есть подозрение, что, первое, здесь может быть некоторая рандомизация географии списанной, с одной стороны, а с другой стороны может быть нерандомизация. Я знаю, что нерандомизация, так как я знаком с работами коллег, которые внимательно анализировали результаты ЕГЭ. В общем, конечно, там эффект нерандомизированный и территориальный привязан. — Да, новая проблема. — Да, но я обращаю внимание, что у нас нет ни тех, кто поступал в 14-м году, не вузов, измеренных по баллу ЕГЭ при поступлении в 14-м году. — И не тех, кто закончил. — Да. Я говорю, не тех, кто поступал, не тех, кто закончил. У нас нет этих лет. Это серьезный вопрос. Но я в самом начале отвечал, что у нас 14-15 год, когда у нас начались разным образом игры со шкалой ЕГЭ по разным причинам, у нас не присутствуют. С точки зрения постановки исследований на будущее, ну да, когда у нас будут более длинные ряды и все остальное. Вообще очень интересно посмотреть, что там будет происходить с 14-м годом. — Так, еще вопросы? — Ну давайте. — Вот в выводах делается выбор в пользу теории человеческого капитала на основе того, чтобы обучение для студентов очных отделений выше. У меня был вопрос. Мы знаем, что студенты заочных отделений по статистике, которая была приведена, в целом больше работают во время обучения, что ожидаем. И, соответственно, вопрос. Возможна ли ситуация, когда тем, что они работают, они уже подают определенные сигналы до окончания? И, соответственно, тогда вот так просто дифференцировать теорию сигналов от теории человеческого капитала невозможно. — Можно еще вопрос? — А чего я вопрос? — Первое. По большому счету, мы не претендуем на разделение на эффект сигналов или человеческих капиталах. — То есть спор между нобелевскими лауреатами остается неразрешен? — Абсолютно. — Так тогда зачем вы статью писали? — Абсолютно, да. Я бы сказал, что это некоторые выводы, но которые, тем не менее, мы не можем так опереть на наш эмпирический результат. Даже не выводы, а эти аккуратные слова или неаккуратные слова, на которые перейти. строго говоря, наши исследования, наш анализ не дает здесь возможности для разделения. Более того, мы ставим такую задачу. Видите, видите. — Мне тоже кажется, что это как бы не следует вот этот вывод из того, что вы сделали, потому что может быть другое предположение, из которого… — Да, я согласен, что это, наверное, слишком сильный вывод. — Вы предполагаете, что дифференциация качества обучения среди очников больше, чем среди заочников. И поэтому вы считаете, что получен вами такой результат. Но точно так же можно предположить, что дифференциация по способностям среди очников выше, чем среди заочников, потому что туда идут все работы и так далее. И тогда это как бы аргумент в пользу противоположного теоретического подхода. — Спасибо большое за комментарий. — Так, ну что, тогда переходим к выступлению. — Мне кажется, что уже вопросы были совмещены с полувыступлением. — Ну что, неужели нет ни одного выступления? — Ну, у меня осталось несколько вопросов, которые я не задавал. — Вы не контролируете, человек работает, для работы нужно высшее образование, — Это over-education у нас? — Нет, over-education нет. — Никакой? — То есть это отдельная работа, как раз вот job-education mismatch, over-education это будем рассматривать. — А почему можно это не делать? Потому что нет данных? — Нет, данные могут быть получены. Но при этом мы считаем, что вот в данном исследовании мы рассматриваем заработную плату как единственной ключевой, ключевая рыночная оценка качества выпускника рынком труда. — То есть сознательно? — Сознательно, да. Мы не хотим, чтобы эффект зашумлялся другими какими-то характеристиками. — Вы пытались какие-нибудь интеракции? — Да, совместно они незначимы. — А что вы вводили? — Специальность и квартель рейтинга. — А, например, рейтинг вуза и какие-то характеристики, касающиеся работы человека? — Нет, мы именно характеристики, связанные с рынком труда, мы рассматривали в меньшей степени, исходя из предпосылки, что вот заработная плата является ключевой характеристикой, с помощью которой мы измеряем востребовательство выпускника рынком труда. А как бы хотим посчитать вот этот эффект. А отдельно эффект, который вот связан с рынком труда, мы оставляем для других работ, для другой исследовательской задачи. — Хорошо, следующий вопрос. — Ну, представим себе, что у нас есть простой медицинский уровень, как у вас там. — Ну да. — Есть показатель отдачи на образование. Значит, в принципе, этот показатель отдачи на образование, он в себе в стандартном виде содержит, видимо, и оценку качества. Если мы это качество заберем, представим себе, что мы его смогли вычистить, что там остается и что может быть с этим коэффициентом. Какие у вас есть соберения? — Елественный вопрос. Когда вы сейчас говорили качество, качество чего имеется? — Качество обучения в ВУЗе. — Первый ответ. Мы не оцениваем качество обучения в ВУЗе. Я просто качество напоминаю. И в этом смысле интерпретировать то, что мы сделали и наши результаты, какие-то коэффициенты, которые говорят про качество обучения в ВУЗе, нельзя. Второй комментарий. Если мы уберем качество обучения, то останется две вещи, которые на самом деле связаны с качеством, потому что отдельный вопрос, как можно убрать качество нитровых, это качество коспособности и бренд ВУЗа для рынка труда. И с учетом того, что дифференциация в качестве ВУЗов очень большая, что в наших условиях могло бы произойти? Еще раз. Проблема в том, что качество ВУЗа — это не качество обучения. Ну, поэтому я и сказал, что если убрать это качество, то останется только количество. Я понял, Стас Владимирович. Но тем не менее, я просто обращаю внимание, что качество в УЗе — это не качество обучения. Но возникает вопрос. Вот мы говорим о том, что у нас показатели отдачи на обучение достаточно высокие. При этом удивительная вещь, что когда мы идем из Москвы в какие-нибудь совершенно депрессивные регионы, где и ВУЗы-то плохие, хуже говорят, там эта отдача у нас все происходит. Поэтому достаточно любопытно посмотреть, что в этих показателях сидит. Это понятно, такой интегральный показатель, который схватывает много чего. Но достаточно, мне кажется, любопытно понимать, что там внутри защиты. Да, но я обращаю внимание, что когда мы говорим про отдачу от образования, мы в данном случае не задаём себе вопрос про дифференциацию качества этого образования. Мы говорим всего лишь, что есть отдача на высшее образование по сравнению со школой, которая ещё хуже. Ну, школы там… Школу, в данном случае, мы рассматриваем некий пейндж, от которого мы танцуем. Я имею в виду школу, как у обощённой. Да, мы танцуем. В этом смысле мы всего лишь говорим, что все те, кто получает то, что мы называем высшим образованием, да, получают положительную отдачу на рынке. Но я обращаю внимание, что опять, то ли мы гады такие, то ли хитрые, но мы это от другого. Мы о том, на самом деле, что происходит внутри высшего образования, с точки зрения образования, мы получаем его в разных уровнях. И здесь как раз мы говорим, что да, если мы… Если… Я всё время произношу это слово «есть». Если мы говорим, что качество вузов, в кавычках, не образование вузов, это очень странная конструкция качества вузов, мы можем померить через качество приёма, то да, у этого есть связь с последующей зарплатой. А считаете ли вы, что, допустим, контролируете реальную принадлежность, то есть, ну, место проживания, вы контролируете что? Округ, город… Мы включали… Конструировали… Конструировали переменные, либо федеральный округ, либо, вот мы сделали переменную, которая отражает… Москва, Санкт-Петербург, два столичных города и всё остальное. И всё остальное. Да, ну и коэффициент значимый при Москве и Санкт-Петербурге – 0,3. Ну, то есть, на 30% зарплата выше у выпускников, которые… Вы не пропускались, не в регион. Ну, то есть, дальше… Ну, учитывая, что у вас получается… Ну, Москва, Питер, с одной стороны и всё остальное. Всё остальное очень-очень сильно дефицит. Да, конечно. Есть города-миллионники, где есть какие-то качественные вузы, и есть много других мест, где, может, и вузы есть, но явно совершенно слабее там. И это, может, тоже очень сильно влияет на друг друга. Каким образом? Таким очень простым образом, что у тебя здесь и спрос на труд, и, соответственно, качественные вузы. И то, и другое у тебя движет зарплату. А там ни спроса, ни качественного предложения образования. И то, и другое опускает зарплату. Так кто же против? Мы же не говорим, на самом деле, что влияет на зарплату. Нас интересует оценка или не интересует? Оценка чего? Коэффициент бета, который вы имеете. Ещё раз. Как мы понимаем оценку коэффициента бета? Мы разве что не говорим про качество образования? Вы говорите про качество вуза. Правильно. Но в качество вуза мы укладываем качество образования, self-selection и так далее. То, что туда идут, более способны. И понимая, что они идут в вуз, который более продвинутый находится в Москве или в Санкт-Петербурге, имеет статус ведущий из всего остального, именно поэтому туда и идут. Ну да, хорошо. Это, может быть, дискуссия бесконечна. Но, конечно, возникает вопрос, как этот чёрный ящик хоть как-то расцепить. Это да. Но вы понимаете, мы сложили туда всё, что можно. Всё, что можно. И мы говорим, есть связь между этим чёрным ящиком и тем чёрным ящиком. Ну, хорошо, если возникает вопрос, а хотя бы каким-то образом покопаться в этом... Мы согласны. До сегодняшнего разговора мы даже не могли произнести слова «есть связь». Мы говорили, что эти два чёрных ящика существуют сами по себе. А как они связаны? Нет. Вы произнесли, даже не заикаясь. Нормально. Нормально. Нет, вы сказали, есть ли? Хорошо. А вот какая? Ну, что ж. Два часа. Мы привели неплохо. Мне интересно. Вы хотите что-нибудь сказать? Спасибо. Спасибо большое. Вы хотите сказать «спасибо». Это действительно так, потому что этот вопрос, на наш взгляд, сегодня нас заставил, хоть мы и думали за этими вопросами, но, в общем, подумали гораздо более серьезно. И, с этой точки зрения, мы только начинаем это вот как-то. Это второй случай, когда мы обсуждаем, но в таком виде. Поэтому большое спасибо.